Что происходит на месте обстрелов, узнаем через несколько минут из прямого включения. Биолаборатории мины из мусора. Как не попасться на удочку кремлевских пропагандистов? Обсудим с экспертом в этом часе. А сейчас о главных событиях дня. Сегодня утром российские военные из реактивных систем залпового огня обстреляли два густонаселенных района Харькова. Под огнем оказались исключительные. Торговые павильоны, медицинский центр, остановки общественного транспорта. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, три человека погибли. Более 20 получили ранения. Среди них ребенок. На местах разрушений работают десятки медиков и спасателей, а полицейские фиксируют преступления россиян против мирного населения. Люди начали немного работать, понемногу выходить, чтобы осуществлять какую-то торговую деятельность. Местные жители сюда приходят что-то купить. Людям нужно выживать, кормить свои семьи. Именно в это место прилетела РСЗО «Ураган». Мы находимся в прямой зоне поражения. Любой уголок нашего города – место для обстрела со стороны Российской Федерации.